МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марина Анатольевна, здравствуйте, с наступающим вас. Знаю, что для вашей службы это очень волнительный момент и очень активный такой по подготовке. Скажите, пожалуйста, сколько, не хочется говорить глагол «осталось», сколько радует нас своим присутствием ветеранов в городе Барнауле? Здравствуйте, с наступающим праздником всех. Я хочу сказать, что на территории города Барнаула на сегодняшний день проживает 631 ветеран Великой Отечественной войны. Это и инвалиды Великой Отечественной войны, участники, военнослужащие, которые проходили военную службу во время Великой Отечественной войны, вдовы погибших в эту категорию также входят, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Кроме того, на территории города Барнаула проживает 4753 труженика тыла. Поэтому праздновать есть с кем, к счастью. Плава Богу, Марина Анатольевна, но многие жрецы и люди понимают, что возраст очень преклонный, состояние у некоторых здоровья тяжелое. Какая помощь оказывается и как будут поздравлять тех, кто не сможет прийти на Парад Победы, не сможет лично своими ногами добраться до места празднования? К сегодняшнему моменту поздравлены все на дому. И дан старт поздравлением к 73-й годовщине губернаторам нашего Алтайского края. На сегодняшний день в городе Барнауле у нас одиноких и одиноко проживающих 90 ветеранов, которые находятся на социальном обслуживании в форме надомного обслуживания в комплексном центре социального обслуживания населения по городу Барнаула. Что такое социальное обслуживание? Социальное обслуживание – это за каждым ветераном закреплен социальный работник, и им оказывается помощь в уборке квартиры, в приготовлении пищи, поход по аптекам, по больницам совместной, ну и практически все нужды, которые необходимы для ветеранов Великой Отечественной войны. А человек, который вдруг остался один, может узнать о том, что ему положена такая помощь, что он может на нее рассчитывать? Ведь часто бывает, что эти люди очень стеснительные становятся пожилые с возрастом, и позвонить и сказать, алло, приедите, помогите, бывает очень неловко. Что нужно сделать? Я хочу сказать, что у нас за каждым ветераном Великой Отечественной войны закреплен специалист управления соцзащитой и специалист комплексного центра. И мы обзваниваем постоянно, в постоянном режиме каждого ветерана Великой Отечественной войны. Мы разговариваем на любые темы, мы мониторим ситуацию в семье, поздравляем каждого ветерана с праздником. И мы, ветеран, может также позвонить и специалисту управления и рассказать о своей нужде, о том, что у него случилось, о том, в чем он нуждается. И вот здесь потом мы уже реагируем моментально на все нужды. Я знаю, что не только социальные работники помогают пожилым, но и волонтеры очень много. Кто эти люди и насколько сейчас развито это движение, именно желание помочь пожилому человеку? В городе Барнауле движение развито очень широко и масштабно. И на сегодняшний день планомерно эта работа ведется, организованно, ведется в комплексном центре социального обслуживания. То есть, когда специалист выявляет какую-то нужду у ветерана Великой Отечественной войны, сразу сообщается волонтерской группе какой-либо. И волонтерская группа моментально реагирует, кроме нас, кроме еще нас, если нужна их помощь. Далее также хочется сказать, что на сегодняшний день комплексный центр стал инициатором проведения волонтеров серебряного века, серебряного возраста, которые у нас стали в этом году участниками открытия года добровольца в городе Барнауле. И инициативные пенсионеры, они создали вот такую группу вдохновения, под названием «Вдохновение», которые радуют своими песнями, своими выступлениями граждан не только пожилого возраста, не только тех, кто находится в домах-интернатах, в каких-то организациях, но еще и выезжают и по селам Алтайского края. И вот, как говорят артисты, что они доставляют не только радость гражданам, все, которые приходят на их концерты, которые просто общаются с ними, они говорят, что и мы получаем отдачу, и мы вдохновляемся еще на более, наверное, великие дела, так скажем. Марина Анатольевна, ну, конечно, кризис общения, безусловно, есть у всех пожилых людей, и поговорить просто иногда действительно хочется, но все-таки в течение года какая оказывается помощь, какие льготы, на что рассчитывают, могут рассчитывать пенсионеры и, в частности, ветераны, и все ли законы ветеранские у нас соблюдаются? На сегодняшний день существуют большие меры социальной поддержки, как из федерального бюджета, так и краевого бюджета, и еще и из городского бюджета города Барнаула, из бюджета города Барнаула. Но я расскажу о самых значимых, о самых значимых компенсационных выплатах, которые мы предоставляем именно ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, как Управление соцзащиты. Это, во-первых, 50-процентная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, на капитальный ремонт, и только за 2017 год мы гражданам отправили, и вот только по одной выплате более 12 миллионов рублей. Далее, бесплатный проезд для всех ветеранов Великой Отечественной войны. Этой услугой воспользовались в 2018 году в городе Барнауле 272 человека. Я знаю, что в этом году целый месяц службы такси будут возить ветеранов бесплатно. Да, это за счет средств администрации города. Это тоже к этому. Но и продолжается реализация указа, кроме всего прочего, по президенту Российской Федерации об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Сколько нуждаются жилья до сих пор у нас? До сих пор нуждается 10 человек, но на сегодняшний день уже подходят практически обеспеченные все нуждающие. На сегодняшний день с начала реализации улучшили жилищные условия 979 человек. Марина Анатольевна, вы когда и ваши специалисты посещали ветеранов, вы поздравляли семьи ветеранские. Сколько у нас таких ячеек по-настоящему в хорошем смысле до сих пор сохранилось? Сколько лет они живут? И что вас удивило, скажем, как дочь, как женщина? На сегодняшний день Управление социальной защиты совместно с Министерством юстиции Алтайского края инициировало такую программу поздравления к 73-й годовщине победы семейных пар, где ветераны Великой Отечественной войны прожили в совместном браке более 60 лет. Две пары были торжественно поздравлены в ЗАГСе Центрального района, а пять пар были поздравлены на дому. И вы знаете, что особенно хочется отметить, что железнодорожный ЗАГС выступил с такой инициативой, что дети школьного возраста выпустили для таких семейных пар самостоятельно изготовленные открытки, написали слова благодарности ветеранам. И молодые супружеские пары, которые тоже только что зарегистрировали брак, написали слова благодарности ветеранам за то, что мы просто живы, за то, что мы живем. И вы знаете, когда мы приезжали, поздравляли семейные пары, я была удивлена их жизнелюбием, их горящим глазам, их тому, что вот, наверное, они прожили трудную жизнь, да, нелегкую жизнь прожили, но они научились ценить каждый день жизни своей. Вот знаете, ими действительно стоит восхищаться, и они заслуживают глубокого уважения. И учиться у них. И учиться у них. Всем нам, нашим зрителям. Благодарим вас за интервью и поздравим наших ветеранов с наступающим праздником. Пожелаем их еще долгих-долгих лет. Благодарю. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили о 9 мая, о помощи ветеранам, заместителям начальника управления социальной защиты населения по городу Бурнаулу, Мариной Тебекиной. С наступающим праздником и будьте здоровы.